МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нежелательные свидетели. Нашу съемочную группу во время ночного рейда в прямом смысле слова облили грязью. Не успели оформить жилье в собственность? Поможет советам рубрика «Компас недвижимости». Нас посчитали. Березняковцев стало значительно меньше. Кровавый спорт по-березняковски. В городе показали зрелище не для слабонервных. Евро вновь дорожает. Так же, как и отдых на российских и зарубежных курортах. В Кизеловском районе зарегистрирована вспышка бешенства. А мы готовы рассказать о событиях, в том числе и о хороших, которые произошли в нашем городе. Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Начну с новости, о которой нам стало известно сегодня. Экзамен закончился больничной койкой. После вступительных испытаний в Березняковский ОМОН молодой человек попал в реанимацию. Врачи описывают его состояние как крайне тяжелое. Что случилось на бойцовском ринге, попробовала выяснить Евгения Кокшарова. Подробности в нашем следующем репортаже. Вот уже месяц Елена Юшкова встречает своих дочек из садика одна. Ее муж Геннадий сейчас прикован к больничной койке. Все началось с того, что молодой человек решил устроиться в Березняковский ОМОН. После того, как утром он отвез девчонок в садик, он уехал на базу. В час, где-то без 15, час дня приехали сотрудники и сказали, что мой муж находится в реанимации в тяжелом состоянии. После чего мы проехали с ними в первую городскую больницу. Мне выдали документы его и сказали, что состояние у Геннадия тяжелое. И надеетесь на лучшее. Геннадию стало плохо на этом самом ринге, говорят сотрудники ОМОНа. Молодой человек, 26 лет, отличался прекрасной физической формой. По всем правилам прошел испытания. Комплекс физических упражнений и спарринг с тремя партнерами. Во время спаррингов Геннадий был облачен в специальную защитную экипировку. Он все прошел, все три этапа, все он прошел. Закончился раунд, все закончилось, соревнования закончились. Он от одного угла ринга пошел к другому, в это время потерял сознание. То есть во время раундов инструктор спрашивал о его состоянии здоровья. После каждого прохождения, все ли у тебя нормально, все ли хорошо. Никаких замечаний у него не было. То есть на здоровье он не жаловался. Тем временем следственному комитету предстоит установить, кто же виноват в этой ситуации. А сейчас Аня и Саша ждут своего папу из больницы. А их мама никого не винит. Девушка молит Бога, чтобы ее супруг просто остался жив. Врачи по этому поводу мало что говорят. Так как они говорят, что сейчас у Генны две прямые. Либо смерть, либо инвалидность. Евгения Кокшарова, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Затишье перед бурей. Наша съемочная группа, прошедшей ночью, вышла в рейд с сотрудниками патрульно-постовой службы. Дежурила по городу и Татьяна Александрова. Это дежурство, точнее его начало, выдалось на редкость спокойным. Но, как говорится, затишье бывает только перед бурей. Спустя пару часов поговорка оправдала себя. Свердлова, 29, 84. Свердлова, 29, 84. По приезду на место дебошир уже успел выпроводить своих друзей. Но открыть двери первым не решился. О случившемся нам рассказали соседи. Ну, вот я вышла, он тут стучит, я слышу, что-то упало. Я выхожу, сосед вот свой седьмой. Вот этот сосед ему ***, тот его тоже ***. Ну, извини. Буквально через пару минут сосед-нарушитель все же открыл дверь. Правда, адекватного ответа на вопрос полицейских, почему закон нарушается, не нашел. Продолжил выяснять отношения с соседями. Покоя нету. Сколько можно-то? Ночью не спим, днем не поспать из-за тебя. Я только хотела спать прилечь, а ты начал терабаниться в другие двери. Это нормально, нет? Ну, и чё? Ну, и чё? Ну, и чё? Чё, чё, я не понял? Мы хотим прекратить вот это всё. Пообещав правоохранителям, что такого больше не повторится, мужчина все же успокоился, а мы едем на другой вызов. Запускаем особные продукты, в принципе, и пойдем на антич. Лидия Ивановна – женщина, которая просила помощи, ждала нас уже на улице. На вопрос, что произошло, без слёз рассказать не смогла. Ну, чё, пришёл, не знаю, перекуренный или чё он такой. Сын пришёл, да? Да, вот недавно. А что он вас просил? Открыла ему дверь, он начал давать денег ему и всё. Вот так прийти домой ночью, устроить дебош и просить денег. Как говорит Лидия Ивановна, для горя родственника это нормально. Не боится никого, ни матери, ни полиции. Я не прорываю, а существую. Всё же при правоохранителях Владимир вёл себя более достойно. Правда, недолго. Пробедите по блюдам. Да, проходите. Это же денег на вас. Денег надо тебе. Пропав на пару секунд из объектива нашей видеокамеры, злодей решил показать своё отношение к незваным гостям. И прямо в нашу камеру бросил кошачий лоток. Содержимое разлетелось по всем сторонам. Львиная доля попала и на дорогостоящую аппаратуру. То ли у молодого человека проблемы с психикой, то ли он давно хотел приобрести подобную камеру. По-другому этот поступок не объяснишь. Полицейские провели профилактическую беседу с дебоширом и отправились дальше охранять покой на Березняковских улицах. А Лидия Ивановна предпочла покинуть неспокойную квартиру. Ведь после пережитого ужаса ей показалось, что ночью на улице находиться безопаснее, чем в собственном доме с буйным родственничком. Татьяна Александрова, Александр Зибзеев, Новости на ТНТ. То, что в Березняках ночью стало безопаснее, подтверждают и дорожные полицейские. Они в очередной раз вышли на улицы города, чтобы выявить водителей, нарушающих правила. Сергей Колейник продолжит. На часах 22.00, а это, как известно, любимое время нарушителей. Выезжаем патрулировать город. Водитель этой 14-й затонировал переднее стекло. Сотрудники ДПС останавливают его. Но происходит чудо. Пока полицейский идет к машине, тонировка исчезает. Тут ничего уже не сделаешь. Замеры не произвести. Доказательств нарушения нет. Но вот внимание сотрудников привлекает странное поведение этого человека. Слишком агрессивно он себя ведет. Глаза подсвети. Смотри, врачок. Что ты сказал, дурачок? Врачок. Вот ты, куда ты, неадокватный, ё-моё, человек. Нет, все в порядке. Полицейские отпускают паренька. Не успели мы проехать 300 метров, как нам попадается еще один затонированный автомобиль. Вот только этот нарушитель, как настоящий мужчина, не стал снимать тонировку на ходу. Можете это удалить потом? Зачем оно нужно? Если я сейчас тонировку сгеру, и нарушений нет, а вы аж номер сняли. А вы зачем вообще тонировку делаете? Не знаете, что нельзя? Давай, не понимаю. Она съемная? Она съемная. А разве можно, нет? Съемная. А почему нет-то? Незнание законов не освобождает от ответственности. Правда, снимать пленку при виде камеры нарушитель отказался. Ты пока камеру не уберешь, я чё, я п***ю сниму. Водитель все же снимает тонировку, и мы отправляемся дальше. По пути нам попадаются незначительные нарушения, за которые гаишники лишь предупреждают. Всего же за выходные дни в Березняках поймали 170 нарушителей. Из них 15 человек в пьяном виде. Бесправ 11, тонированных 20. Оштрафовали за непредоставление преимущества пешеходу 15 водителей. Сергей Каленик, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. И в продолжении дорожной темы. Сбил и уехал. Сотрудники инспекции по безопасности дорожного движения просят помочь в поиске человека, скрывшегося с места ДТП, сегодня утром. Сегодня в 9 часов утра на пешеходном переходе в районе 1-й городской больницы сбили женщину 1954 года рождения. Она доставлена в эту же больницу с серьезным сотрясением и ушибом позвоночника. Водитель автомобиля Hyundai Accent, госномер Руслан-217, Харитон-Руслан, 59 регион, с места ДТП скрылся. То есть просьба очевидцев свидетелей данного ДТП откликнуться. Также водителю обратиться в госавтоинспекцию. Также продолжается поиск очевидцев свидетелей наездов на детей. То есть это был наезд на девочку в районе ЦУМа, мне 14 лет, 2 декабря в 10.30 утра. И 29 декабря в районе дома учителя при повороте водителя неустановленного автомобиля допустил наезд на мальчика. Если вам известна какая-либо информация об этих случаях, просьба незамедлительно позвонить по телефону 02. К другим темам. Любопытная информация. Города России естественным путем за четверть века сократились на 8 миллионов человек. К таким выводам пришло агентство РБК. Население Пермского края за 25 лет потеряло чуть более одной десятой части жителей. Среди городов нашего края березняки стали лидером по убыли населения. Город Белых Берез потерял четверть населения за четверть века. Стоит задуматься, что будет дальше. Краевая столица по убыли населения уступает. Показатель всего 6%. По России лидером в рейтинге стала Чукотка, население которой за это время сократилось в половину. А вот прирост отмечен в Ингушетии почти в два раза. Также в Дагестане, Москве и Ханты-Мансийском автономном округе. Пермский край в списке прирост населения занял 21-ю позицию. А мы решили спросить березняковцев, есть ли у них в планах покинуть город. Мы уже не знаем. Здесь бы, наверное, остались. А почему? Родное, привыкли уже. Ну, если только для ребенка перспективы больше было бы. Как вам? Ну, не знаю, Питер, Москва. Я бы остался в городе. А почему? Потому что он мне нравится. А чем он вам нравится? Я здесь родился. Ну, в принципе, возможно. Потому что всегда есть интерес, всегда интересно что-то новое попробовать, всегда интересно развиваться дальше. Ну, если переехать, то, ну, в Пель, наверное. А вы хотите переехать? Ну, не знаю. Может быть, да. А как вы? Я вообще живу не в этом городе. Я с Горнозаводска. А что вы здесь делаете? Учиться приехала. Ну, как вам город? Не хочется уезжать или все-таки хочется? Не хочется. Очень понравился. Хотелось бы остаться в своем городе родном. А почему? Ну, потому что мне нравится здесь жить. А что вам именно нравится? Уютный, зеленый, добрый, хороший город. Продолжим выпуск. Успеть за 36 дней. Это новость для тех, кто не успел оформить в собственность свое жилье. Согласно действующим законам, дата окончания приватизации – 1 марта 2015 года. Какие документы нужно оформить для приватизации и как это сделать как можно быстрее? Смотрите в нашей новой рубрике «Компас недвижимости». Спонсор рубрики – Ростехинвентаризация. Федеральная БТИ. Ольга Спицына о сроке окончания приватизации узнала совсем недавно. В своей квартире живет по договору социального найма. То есть сейчас ее двушка принадлежит муниципалитету. Я боюсь не успеть приватизировать квартиру до 1 марта. Если я не успеваю подготовить документы, то больше ни одной операции с этой квартирой я не смогу сделать. Не продать, не обменять квартиру. Раньше об этом не задумывались. Сейчас сроки поджимают и хочется квартиру больше площадью. Действительно, Ольга права. Если вы не успеваете приватизировать свое жилье до 1 марта 2015 года, то квартира остается либо в собственности муниципалитета, либо, возможно, сможет получить ее в собственность, но уже за плату. В соответствии с законом о введении в действие жилищного кодекса срок приватизации продлевался до 1 марта 2015 года. То есть последний день приема документов на приватизацию жилой площади – это 28 февраля 2015 года. Может быть, будут внесены какие-то изменения, что дано право на приватизацию гражданам, проживающим в аварийном жилье, так как жилье в аварийных домах в приватизации не подлежит. Но для того, чтобы оформить приватизацию, кроме стандартного пакета документов, нужен технический паспорт квартиры. Для того, чтобы оформить технический паспорт на свою квартиру, Ольга обратилась в Бюро технической инвентаризации или сокращенно БТИ. Эта организация находится по адресу улицы Свободы, 54. Для подготовки технического паспорта нам нужен ордер или справка вместо ордера, либо договор социального найма. Технический паспорт готовится в течение пяти дней. Необходимы и специалисты для обследования квартиры. Подытожим. Для оформления технического паспорта достаточно иметь на руках паспорт гражданина, ордер на квартиру или справку вместо ордера. Оформляют его в Бюро технической инвентаризации по адресу улица Свободы, 54. А уже после этого полный пакет документов необходимо предоставить в сектор по учету и распределению жилья администрации города, который находится по адресу проспект Советский, 39. Там принимают документы на приватизацию от граждан на 28 февраля 2015 года. А наша героиня Ольга больше не переживает, ведь все сделала вовремя. И уже через несколько дней ее квартира будет в ее собственности. Елена Суханова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. А что делать, если вы хотите приватизировать квартиру, но ордер на недвижимость вы не можете найти? Выход есть и в этой ситуации. Какой? Нам разъяснили в городской администрации. В администрации нам сообщили, что если на руках у гражданина, кроме паспорта, нет никаких документов на квартиру, то ему нужно обратиться в свою управляющую компанию. Может быть, ордер сохранился там. Либо в управление земельных и имущественных отношений, которое находится по адресу Советский проспект, 39. Ордер может сохраниться в нашем архиве. Или же, если ордер утерян, но имеются записи в журнале с указанием номера и даты ордера, то оформляется, может быть, оформлена справочка вместо ордера. Или же, если и этого нет, то мы тогда заключаем договор социального найма по той информации, которая есть на руках у гражданина. За здоровьем вплавь. Группа предприятий и компании «Уралкали» открыла спортивный сезон. Ежегодная «Спартакиада» с каждым годом набирает обороты и в этот раз собрала на своем открытии сотни участников и болельщиков. Репортаж из бассейна «Кристалл». Молодые, красивые, спортивные – все это прокалищиков, которые пришли на торжественное открытие корпоративной «Спартакиады». Традиционная «Спартакиада» собрала самых активных сотрудников группы «Уралкалий». Спортивный 2015 год посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Прикрепил георгиевскую ленту на флаг компании ветеран Великой Отечественной войны Николай Голев. Одно из главных социальных направлений «Уралкалия» – развитие физкультуры и спорта. Именно поэтому почти на протяжении всего года работники активно участвуют в соревнованиях по 13 видам спорта. В этом году на участие заявилось 16 команд. Торжественная церемония открытия «Спартакиады» группы «Уралкалий-2015» завершается, и участникам дают первый старт. Сегодня команда соревнуется в водной стихии. В эстафете принимают участие и мужчины, и женщины. Я люблю спорт, люблю бассейн, люблю лыжи, все люблю. Мне все нравится. И очень рада, когда вот, например, так много народа здесь собралось. Молодцы. Спорт отношусь хорошо. Уже кто занимается спортом. Артемий Юрков – завсегдат из спортивных мероприятий. Уже на протяжении 10 лет он вместе с коллегами ведет только здоровый образ жизни. Сплочает людей, достижает какие-то цели, также производственные задачи. Очень легко получается. Колейщики не только в воде, но и на трибунах. Собравшиеся пускают волну на своих местах и поддерживают коллег. Спортивная жизнь вообще – это же здоровье. Это оздоравливать нацию нужно всегда. Я только знаю. Молодцы, что они проводят такие мероприятия на пользу трудящихся. Молодцы. Я вообще, когда увидел столько народу на трибунах, вообще супер. Просто огромное количество. Как и все хорошее, командная эстафета быстро заканчивается. И на пьедестал за главной наградой уже поднимаются победители. Команда 2-го Березняковского рудоуправления и команда 3-го Соликамского рудоуправления. А впереди еще личное первенство по плаванию спортсменов Березняковской площадки. Здоровый образ жизни, который ведут колейщики, и сплоченность коллектива вне работы помогает им достигать хороших результатов как в спорте, так и на производстве. Екатерина Федорова, Екатерина Золотарева, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Кровавый спорт по-березняковски. В минувшую субботу в нашем городе прошел первый в этом году краевой турнир среди бойцов смешанных единоборств. В соревновании принимали участие новички этого вида спорта. Но зрелищность боев от этого не пострадала. Путь к победе через пот и боль в сюжете Дмитрия Сидельцева. Судя готов? Бой! В этом спорте нет удобных противников. Самбист может выйти на ринг с боксером. Борец вольного стиля с рукопашником. Борец вольного стиля с рукопашником. Березняковец Сергей Рябченко, как и остальные участники, новичок в таких боях. Его конек – борьба с самбо. Кстати, именно борцовский болевой прием помог Сергею пробиться в финал соревнований. В этом и тонкость совместить ударный стиль и борьбу. Ну, думаю, у меня получилось. В финал будет битва, конечно. Собираюсь показать все, что я могу. Показать максимум. И надеюсь, победу добьют. В этом виде спорта практически нет ограничений по видам ударов и бросков. Поэтому разбитые носы, растяжения и даже нокауты – не редкость. Некоторые поединки – зрелище не для слабонервных. Но не для таких, как Настя Огородова. Она специально приехала из Александровска, чтобы поболеть за свою команду. Это первое переживание за своих людей и близких. Потому что я сюда приехал с молодым человеком и с друзьями. Огромное переживание за них. Как-то все равно поддержать надо. Среди 52 бойцов разыгрывались 7 комплектов медалей по количеству весовых категорий. Команда из Перми, название которой в переводе с английского означает «сумасшедшие медведи», – фавориты соревнований. Однако их наставник Максим Мулаханов шансы местных бойцов оценивает очень высоко. В Пермском крае смешанные единорцы разве-то не так сильно, но Березняки очень сильно вытягивают наш Пермский край. В третий раз уже проводится данный турнир в Березняках. В том году Березняки принимал чемпионат края, который был отборочным на тревожке федерального округа. И сейчас вот это уже третий турнир. Уровень растет. Очень много зрителей. Горячая поддержка зала. Есть все. С каждого угла можно посмотреть. Поединок. Пять баллов наставлю. После четырех часов соревнований все точки над «и» были расставлены. Хозяева турнира – березняковцы – стали победителями. Второе место у пермяков. Бронзу завоевала команда из Соликанска. Кстати, надежда нашего Сергея Рябченко на победу оправдалась. Он стал победителем в весовой категории до 70 килограммов. Дмитрий Сидельцев, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие, вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43-17-17. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. Субтитры делал DimaTorzok На территории города выпадет снег. В Соликамске облачно, снежные осадки. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 градусов со знаком минус. В Березняках 27 января ожидается облачная и снежная погода. Температура воздуха ночью от 16 до 18 градусов мороза. Днем от минус 13 до минус 15 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. 27 января солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле спокойное. Информация предоставлена центром ФОБОС.